2024 год богатый на исторические и политические события. Праздничные главные из них – столетие ингушской государственности, 30-летие Народного собрания республики, а из трагичных – безусловно, 80-летие со дня депортации ингушей. Главное мероприятие, посвящённое этой дате, состоится 23 февраля на Мемориале памяти и славы. А в канун этого дня планируется чтение мавлидов в мечетях, а также раздача продуктовых наборов малоимущим. 23 февраля также пройдёт мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. По традиции, торжество запланировано в городе воинской славы Молгобеке. 23 февраля в 10 утра на Мемориале памяти и славы города Назрань пройдёт памятное мероприятие, проуроченное к 80-летию со дня депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан. В целях организации указано мероприятие, Министерством подготовлена программа мероприятий, сценарий и список его участников. Предполагаемое количество участников до 500 человек. А также Министерством объявлен конкурс среди детей 7-11 классов на лучшую очередь на ингушском языке, приуроченной указанной дате. Активно к этим двум датам готовится и Минкульт Ингушетии. К дню депортации запланировано около 10 мероприятий. Это круглые столы, вечера памяти, выставки, показы документальных фильмов. А в рамках празднования Дня защитника Отечества планируется провести уроки мужества, выставки, конкурсы и концерты. К дню защитника Отечества в республиканском ТОН народного творчества запланирована композиция литературно-музыкальная «Держава армии Крепка», которая состоится в Горском кадетском корпусе. В мемориальном комплексе жертвам репрессий с 15 до 29 февраля будет проходить видео-выставка «Они сражались за Родину». В Центр культурного развития в городе Магаз 21 февраля пройдет тематическое мероприятие мелодии, песни и стихи военных лет с участием воспитанников Центра. В рамках отмечаемой 80-й годовщины депортации индивидуального народа в Среднюю Азию в Казахстан большое мероприятие республиканского масштаба пройдет 21 февраля в ГДК «Назрань», где будет вечер памяти приуроченной по 70-летию депортации индивидуального народа в Среднюю Азию в Казахстан. Национальной библиотекой будет проведена книжно-индиверированная выставка депортации в исследовании печеных и художественной литературе. Также в библиотеке 20 февраля состоится круглый стол депортации к творчеству индивидуальных авторов. От подготовки к историческим событиям на совещании перешли к возможным природным. В частности, обсудили готовность к поводкам. Этот период в республике наблюдается с середины весны и до конца августа. То есть полгода силы и средства МЧС направлены на профилактику. На сегодня обстановка на территории региона в норме. Уровень воды на реках Асса, Сунжа, Арымхи ниже показателей опасных отметок. Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями и палубками на территории республики, является малая пропускная способность руселек и, в первую очередь, горных рек с блуждающим руслом. На территории республики чрезвычайных ситуаций, обусловленных высокими уровнями воды, на сегодняшний день не зарегистрировано. Затопленных населенных пунктов нет. В зоне возможного подтопления 1162 дома в четырех населенных пунктах. Это Карабулаке, Сунже, Троицком, а также Тамариане, Джайрахского района. Потенциальной опасности около 6 тысяч человек. Также в зоне подтопления семь дорог и шесть автомобильных мостов. На территории республики также отсутствуют населенные пункты, изолируемые в период прохождения весеннего полугодия. Объекты экономики, социально значимые объекты, в том числе с круглосуточным прорыванием людей, в зону возможного затопления не попадают. Также отсутствуют объекты, расположенные в зонах затопления и не обеспеченные объектами инженерной защиты. Сибиро-язвенные захоронения, скотомогеники, а также места хранения промышленных отходов и твердых бытовых отходов в зонах затопления не попадают. Целью предотвращения возможных опасных последствий паводка в республике создана группировка сил и средств функциональных и территорий по всеми единым государствам системы предупреждения, куда очевидно ситуация в республике. Величный состав у нас 2572 человека и 600 единиц техники, в том числе 61 единица, это специальная техника, 8 единиц полосредств. Магомед Алиев также сообщил, что для реагирования на возможные ЧАЭС работают телефоны горячей линии. Оповещают также с помощью СМС-рассылок, телерадиоканалов, Магаз и Ингушетия. В марте планируется осмотр сил и средств, которые принимают участие в подготовке к периоду паводков. А вот цифру вы назвали, 2,5 тысячи у нас сотрудников или службщих из 600 единиц техники. Это где у нас? Это по всей республике. Дорожники тоже мы готовим, потому что надо сейчас уже под всеми мостами прочистить. Вы сказали, будут созданы оперативные группы. Вы определите, у нас не так этих мест, службщих мостов, чтобы они где-то там поближе сосредоточены были. Участники совещания обсудили также процесс отпора граждан на военную службу по контракту. Военный комиссар доложил, что задание Министерства обороны России республика успешно выполняет. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Ахмед Парчиев, Магаз-24.